Судьба Кадырова, как вам она выглядит? Не зря же он как-то пропал из медийного поля. Давайте честно, он довольно долго, почти 20 часов молчал с момента начала похода или поезда в Адмирск на Москву, а потом вдруг даже не видео записал, а текст там написал. Что это было? Он ждал команды из Москвы, чтобы не попасть в просаг. Он, скорее всего, не знал, с чьего дозволения происходят эти события. Когда он понял, с чьего дозволения, тогда он уже появился. Плюс ко всему, когда говорят о перемещении так называемых кадыровцев, мы должны помнить, что на территории Чечения располагаются российские войска, и там основная масса не чеченцев служат. Понимаете? Это точно так же войска Минобороны, Росгвардии. Среди них есть доля чеченцев, но только доля. Их называют обычно, как привычно, кадыровцами. На самом деле это жители регионов России, которых просто призвали, или они заключили контракты и проходят службы на нашей территории. То, считаешь, как могут проходить службы в Дагестане или в Университете, и так далее. Что касается дальнейшей судьбы Чкерии, как независимого государства, мы увидели буквально за несколько часов, после того, как Пригожин поднял короткий мятеж, в Дагестане появилась масса надписей «Дагестан без Путина, Дагестан без России». Когда Чечня будет поздно опросить за свою независимость по-настоящему? Ну, вы знаете, эти надписи делать. На заборе много чего пишут, в том числе и не лицеприятные вещи, да? И тем не менее. И не кузурные, да? На заборах писать – это не метод ведения борьбы, тем более национально-освободительный. Понимаете? Это первое. Второе. У чеченцев ситуация в корне отличается от всех наших соседей. Поэтому сравнивать даже не совсем корректно. Наша ситуация гораздо труднее, чем в 91-м году на сегодняшний день. Потому что потенциал чеченского народа был подорван. В том числе и генофонд. Лучшие погибли, надо это признать. Сейчас подрастает молодежь. Но дело в том, что чеченский народ увидел одну вещь. Сегодня в Украине помогает весь мир. А когда мы боролись, когда мы воевали две эти войны, даже Явлинский это признал, он обратился к западному, к мировому сообществу, сказал, господа, где вы были, когда Чечню равнялись с землей? Вы помогали, вы финансировали эту Россию. Понимаете? На войну с нами финансировали Россию. В войне с Украиной сейчас, слава Богу, дошло до западного, до мирового, для мировой общественности, что ли, в общем, целом, коллективного Запада. Дошло, что если сейчас не остановить, то это уже все. Это вот как дамба Каховская прорвала. Типа того, вот эта дамба сегодня на пути российской империи, сегодня осталась Украина. Дальше уже, по сути дела, и сопротивляться некому. Ну, Польша будет там, как в 1939 году, что-то там попробуют сделать. Но будет разбито единство. Поэтому все единство сегодня сконцентрировано на Украине. Поэтому, и это благодаря тому, что многие авторы об этом говорили, да, наверное, не было бы этой помощи, если бы украинский народ не вышел бы так активно, не стал сопротивляться агрессии. И тогда уже вынужденно пришлось помогать. И уже проснулись иные мотивации, которые заставили очнуться этот мир, который пребывал, я не знаю, в какой-то сомнамбуле. Они спали, что ли, я не знаю, они не видели того процесса, который в России происходит. Вот эта огромная доля вины осталась на мировых лидерах, которые допустили создание вот этого монстра. И способствовали созданию этого монстра.